И всем привет! Вы на канале Федро и The Gaming. Меня зовут Александр и сегодня у нас внеочередная предложка от Андрея Кунина. Спасибо тебе мужик за это. Вы ребятки тоже можете предложить мне любую игру, просто напишите про неё в сообществе на ютубе. Как туда попасть, здесь будет небольшой видосик. Итак, This is the President. Игру, которую я ждал на протяжении года. Кто не в курсе, я влюблён в игры этого разработчика. This is the Police. Вторая часть Rebel Cops. Игры просто бомбические. Если вы их не знаете, бегом в плейлисты, смотрите их прохождение. Они у меня пройдены все. Это просто космос. Крутой юмор, офигенная атмосфера. Главный герой тоже просто харизматичный. Но так или иначе, каждая часть этой игры отличалась друг от друга. А вот This is the President, это абсолютно новая. Тут не будет полиции. Здесь мы будем играть именно за президента. Так что давайте начнём, посмотрим, чё да как. Поехали! Итак, у игры 4 уровня сложности. Легко для тех, кто пришёл сюда ради истории. Нормально рекомендуется для большинства игроков. Сложно и невыносимо. Окей, я знаю, что у игры целых 6 концовок. Так что давайте начнём на нормальном. Если получится всё, то потом будем проходить на сложном. Здесь, наверное, надо громкость прибавить, потому что я вообще ничего не слышу. Эй, Боб, сколько времени у меня осталось? Мне приказали не разговаривать с вами. Сынок, я не прошу тебя умереть в перестрелке. Я просто хочу знать, сколько времени у меня есть. Я не знаю, сколько времени у меня осталось. Десять минут. Ну, рисовка прикольная. А десять минут одному мне никогда не управиться за десять минут. Поможешь? Тебе приказали не разговаривать со мной, но про лобстеров они ничего не сказали, правильно? Чувак перед смертной казнью, что ли? Садись и ешь молча, иначе мне придётся половину выбросить. Если кто-нибудь узнает, меня уволят. Не волнуйся, я не сдаю друзей, в отличие от некоторых. Короче, его сдали. Друзья предали. Тебя Боб зовут, кажется. Я не видел тебя тут раньше. Новенький. Боб уже хавает. Не знал, что в надзиратели берут. Мне двадцать. А, двадцать, извини. Загадочный возраст, правда? Ты не можешь законно купить себе кружку пива после тяжёлой смены, зато можешь выбирать президента. Я не пью, у меня половина семьи алкашин. Я знаю, насколько это опасная штука. О, алкоголь опасен, но разве право голоса не опаснее? Короче, типичный юмор. Сэр, если ты сглупил с выпивкой, ты можешь подорвать своё здоровье, но если ты сглупил на выборах, ты ставишь под угрозу здоровье всех, короче, да. Я не сглупил на выборах, я проголосовал за человека, который отправит за решётку всех этих бессовестных коррупционеров. Один из этих бессовестных коррупционеров сейчас любезно угощает тебя лобстерами. Вкусно, да? Надо запоминать имена, Боб, это вот этот вот парень, а Арчи, это мы, походу, да, ну, рассказчик. Сэр, я не знал, сэр, я не знал. Я просто рад, что наш новый президент наконец-то исправит эту... Короче, это, походу, бывший президент. Ты ведь в курсе, что президент не может менять конституцию, правильно? Как это не может? Он же президент. Президент, но не король. Но президенты же могут подписывать указы и всё такое. Только Конгресс может предлагать и принимать поправки. Не веришь мне? Погугли. Пошёл гуглить, чувак. Ну, хотя бы время наше. Разве президент не может делать, что хочет? Моя тётя Рута очень подробно мне объяснила, она смотрит канал этого парня, который... Ох. Если тебя это утешит, сынок, ты и твоя тётя Рут не единственные люди, которые одурачил наш новый президент. Я и сам когда-то ему доверился, и посмотри, где я теперь. Этот человек всегда злоупотреблял доверием своих друзей, а теперь он злоупотребляет доверием миллионов американцев. Выходит, я действительно сгупил... Нет, такой ошибки, которую нельзя исправить, Боб. Не в этой стране, мы всё исправим, ты и я, вместе. Я могу остановить его. Я знаю, что он угрожает. Я просто хочу выйти из него как быстро, как можно. Вы помогли мне? Вы ведь не задумали побег, сэр? Нет, нет, ну что ты, у меня полно друзей, которые помогут мне выйти через парадную дверь. Совершенно законно. Просто я сейчас отрезан от мира, понимаешь? Но если ты принесёшь мне телефон, я смогу отдавать распоряжение своим людям прямо из камеры. Телефон? Короче, мы с ним будем разговаривать, наверное, на протяжении всей игры. Не твой, конечно, мы ведь... Ага. А меня не уволят за такое. Боб, когда они узнают, что ты мне помог, тебя наградят. Ты ведь не глупый парень, ты видишь, что происходит, это вопрос национальной безопасности. Короче, Боб дурачок какой-то. Такая небольшая предыстория, этот голос, наверное, нам будет давать задания и управлять нами, как новым президентом. Сэр, я, может, он и нечестный человек, но он ведь всё равно президент, правильно? Самый могущественный человек в мире, так ведь, говорят, идти против него не слишком. Об этом не беспокойся, Боб, как только я выйду, он сядет. Избранный вице-президент. Это мы или не мы? Вице-президент, дорогие друзья, сегодня мы показали, что американская мечта жива. Я сын иммигрантов, ставший вице-президентом, живое тому доказательство. Антонио Эстабо, если чё это. Мы показали, что выбор не за бездушными корпорациями и жуликами из Вашингтона. Выбор за нами, народом Соединенных Штатов. Я горжусь вами, американцы, и я горжусь нашим новым главнокомандующим, который отдаст все силы на благо Америки. Встречайте господина избранного президента. Это... про кого я не понял? Про меня? Да, кстати, полиция тоже с диалогов начиналась, но потом все переросло в гораздо большее. Так, Нью-Йорк, ты меня слышишь, уважаемые американцы? Доброй ночи, Америка. Давайте вот это вот. Это тоже на что-то влияет по-любому. Я победил благодаря вам. До сих пор не могу поверить, что мы победили. Я никогда не сомневался в своей победе. Правящая верхушка чуть не превратила нашу страну в тюрьму. Власти искусственно разделили страну на враждующие стороны. Всю компанию истеблишмент вставлял нам палки в колеса. Так, правящая верхушка, наверное, вот это. Давайте будем нагнетать обстановку. Правящая верхушка чуть не превратила нашу страну в тюрьму. В тюрьму, где они надзиратели, которым сходят с рук любые преступления. Давайте вот так вот сделаем. Соединим. Но произволу власти пришел конец. Давайте вот так вот. Мы устроим курс реабилитации для всей Америки. Когда мы придем к власти, поправка 28 Конституции будет принята. Я, если честно, не знаю, что за поправочка. За 4 года мы добьемся большего, чем иные президенты добились за 8. Давайте, наверное, первое. Реабилитация, да и так далее. Я подпишусь под... Будьте аккуратны с обещаниями. Если вы не сдержите слово, народу это не понравится. Йо-п-р-с-э-т. Окей, да? Будем поаккуратней. Надо, короче, общими фразами говорить. Никакой конкретики, как настоящий политик. А я пожертвую миллион баксов сразу же нет. Мою администрацию возглавит афроамериканец. Вот это, в принципе, можно, да? Я подпишу по-настоящему прогрессивный первый указ. Ну, давайте вот так вот. Мою администрацию возглавит афроамериканец. Это, короче, без вариков эти два варианта будут нас преследовать до конца. Я переведу все свои неденежные активы в трастфонд. Ну, давайте, это мне пофиг, что у меня там было. Я пожертвую, так, администрацию. Больше обещаний пока давать не буду. Сначала выполню те, что дал. Ну, давайте еще афроамериканца назначим. Мне на самом деле пофиг. Так, я амнистирую всех ненасильственных преступников, подавших прошение о помиловании. Давайте так. Я тоже думаю, что ненасильственные преступления не должны сидеть в тюрьме. Так, ну, что, миллион баксов, наверное, не будем жертвовать. Просто сделаем вот так вот. Я хочу поблагодарить нового вице-президента Тони. Я хочу поблагодарить новую первую леди мою гениальную Элли. Я хочу поблагодарить весь предвыборный штат. Давайте так вот. В первую очередь, нашего аналитика Оли. Он блестяще руководил компанией. И больше всего нашего юриста. Особенно нашего директора по связям Альту. Эту речь, как и все остальные, подготовила она. Давайте вот так вот сделаем. С юморочком. Я хочу поблагодарить президента Фейста. Я хочу поблагодарить... Короче, кого я не поблагодарю, сейчас все обидятся. Ну, давайте Фейста еще сделаем. Он достойно одержал удар, даже когда его компания шла под откос. И напомним ему, что пришло время позвонить мне и признать поражение. Да, вот так вот добили сверху. На сегодня, наверное, все. Да благословит Господь USA. Ну так, по классике, прощаемся. Окей, рейтинг вырос на 3,5%. Это все из-за негров, наверное. Рейтинг одобрения растет, когда вы говорите и делаете то, что нравится американцам. Когда же вы принимаете непопулярные решения, рейтинг идет вниз. Будьте осторожны, при рейтинге ниже 25% вы можете потерять свой пост. У меня сейчас 47%. Ну, особо-то и немного, я так сказал бы. Так, в своей речи новоизбранный президент показал, что его победа не была случайностью. Он чувствует, какой дурацкий шрифт. Чаяние американцев и потакает им. Эта речь обязательно войдет в историю, даже несмотря на пафос, который временами зашкаливал. Какой-то Джо Ли написал, Ли не написал. Замечательно. Так вот, наша карта. Раньше был один городок, теперь целая страна. Вслед за победной речью. Избранный вице-президент. Дружище, ты как всегда неотразим. Пока слушал твою речь, чуть слезу не пустил. Наконец-то мы выселим из Белого дома всех жуликов и воров. Все так, Тони, недолго им осталось. Да нет, там жуликов брось ты. Ну, давай так вот сделаем. Каких-то три месяца. Три месяца и мы им отомстим. Будущая первая леди. Тони, мы пошли на выборы не ради мести, а чтобы принять поправку. Чтобы принять поправку, нам для начала нужно отомстить. Согласен, месть не лучшая мотивация. Да, давай вот так вот сделаем. Может и так, дружище, только ты сам проехался по фейсту в своей речи. Ну, блин, я только пришел, я вообще не знаю, куда я нажимаю. Помню, американцам плевать, какая у нас мотивация. Главное, чтобы мы сделали их жизнь лучше. Тогда время доказать, что это не пустые слова. Мне как раз из штаба пишут, что у нас есть неотложные дела. Ну, давайте попробуем их сделать. Туда и поедем. Заодно откроем бутылку винтажного шампанского, который я прятал в офисе. Победу надо отметить. Сейчас, короче, накидаемся. Обдолбимся и пойдем спать. Работать будем после. Так, Антонио от нас никак не отклеится. Вот незадача, дружище. Бутылки шампанского уже и след простыл. Неужели мы ее распили, когда на прошлой неделе праздновали мой день рождения? Но не вешай нос, дружище. Я тут видел Эли. Она звала тебя к себе в кабинет. В руках у нее была указка. Чую, кого-то ждет увлекательная ночь. Ну и замечательно. Поправка 28. Че за поправка-то? Да уж, Тони витает в облаках. Ну и пусть витает. Главное, чтобы мы за ним не улетели. Иначе зачем было затевать всю эту авантюру с президентством? Чтобы я пришел к власти, чтобы позаботиться о простых американцах. Сама знаешь, дорогая, что не угодить за решетку. Ну давайте, наверное, позаботиться о американцах. В простых американцах ты, смотрю, влился в роль борца с истеблишментом. Я не знаю, что это за слово надо погуглить. Такими темпами я поверю, что это всерьез. Короче, не все так просто, как казалось бы. Прекрати в этой комнате, нет ни журналистов, ни Тони. Так и быть, думать о спасении своей шкуры. Вообще-то я всерьез. Будем гонуть до конца. Звучит благородно, но сначала помоги себе. После двух покушений и заведенного на тебя уголовного дела, ты имеешь на это полное право. Ну хотя бы какие-то детальки уже знаем о себе. Мы не очень хороший человек. И хотя мы заслужили небольшую передышку, это не повод тратить время на глупости. Мы должны действовать без промедления. А как же указка? Мы об этом уже сто раз говорили, но я все еще переживаю, что ты иногда увлекаешься и забываешь, зачем мы это все затеяли. Да я не знаю, зачем мы это затеяли. Я только начал игру. Если за четыре года мы не получим пожизненную неприкосновенность, нам крышка. Помни об этом. А с Тони как поступим? Я прекрасно все помню, как обрести эту... Давай вот так вот. А с Тони как поступим? Никак. Тони отличный парень, выступает за все хорошее и против всего плохого. Верит, что творит историю. А главное, не стоит у нас на пути. Вряд ли понравится ему наша поправка. Я не хочу его разочаровывать. Да он нам не помеха, поэтому я и позвал его в команду. Давай, наверное, последнее. Пожестим немножечко. Я рада, что ты помнишь об этом, так что не беспокойся, Тони. У нас есть проблемы серьезнее. Чтобы ты не забывал, напомню, о чем наш план. А то с прошлого раза, когда я его объяснял, а много воды утекло. Продолжить. Поправка 28, наконец-то. Поправка 28 закрепит в Конституцию твою пожизненную неприкосновенность. На тебя не смогут завести дело и посадить тебя никто не сможет. Ты станешь недосягаемым для полиции, ФБР, АНБ, даже господа бога. В первую очередь мы добьемся того, чтобы поправку внесут на рассмотрение в Конгресс. Для этого нам нужны влиятельные союзники в обеих палатах. Я не могу предложить поправку. Судя по мубику, который был в начале, нет, либо нас просто пошлют с этими предложениями. Нас разве нет там сторонников? Может, есть приз курант на сторонников? Давай, наверное, третье. Ты не поверишь, но есть, только в нем нет услуги по продвижению поправки. Хорошая новость в том, что это решаемо. Я нашла лоббиста, который за скромное единоразовое вложение сведет нас с влиятельными конгрессменами. Вложения точно окупятся. Скромные это сколько? Ничего, что о нашем плане узнает посторонние. Скромные это сколько? Давайте сразу же к делу. 7 миллионов баксов. Сущие пустяки за изменения Конституции. Окей, вот лоббист наш, смотрите, чернокожий парень. Нашего лоббиста зовут Ной. У него куча связей в Капитолии. Когда он берется за дело, протаскивает любое решение. Окей-си. Нужны ему бабки. Помнишь недавнее радикальное снижение налогов для богатых американцев, замаскированное под упрощение законодательства? Решающую роль в нем, в его принятии сыграл как раз Ной. Ну хорошо, хороший Ной. Будем знать. Ну вот видите, с первых минут начинаются какие-то темные мутки. С темным Ноем, блин, да. В полиции то же самое было. Если ты был хорошим полицейским, то тебя очень быстренько убирала мафия. То есть надо было работать на мафию, либо на другую мафию, разрываться между ними, они тебя подставляют, ты из этого выпутываешься. У тебя начинается проблем с ФБР, ты начинаешь торговать трупами. Короче, это просто жесткая игра. Обязательно поиграйте, если вы не играли. Здесь, я думаю, будет еще интересней. Да, сущие пустяки, и выбора у нас, похоже, нет. Может, поторгуемся, собьем цену. Не нравится мне эта затея. Давай попробуем поторговаться. Ну, скорее всего, нас пошлют. Дорогой, мы не на базаре. С такими людьми, как Ной, не торгуются. Ну, да я бы пробовал. Я была бы рада, если бы у нас оставался выбор. Но работать надо с тем, что есть. Походу, эта тетка замешана, а вот с этим чуваком они меня просто сейчас на бабки кинут, и все, там. Ладно, что дальше? Ну, и поможет нам продвигать поправку? Ну, наверное, да. Что за тупого? Про зачем ее спрошу? Не ставьте лягу впереди повозки, но и лишь найдет влиятельных конгрессменов, но не будет агитировать за нас. Нифига себе, блин. Вот. Ну, мы правильно нажали, короче. Поэтому цель номер два – заполучить поддержку двух-третьей конгресса. Купить каждому по чупа-чупсу, а наши новоявленные сторонники сами всех не приагитируют? Две трети звучит как-то очень много. Часть однопартийцев переагитирует, но не всех. Наша партия сейчас доминирует в обеих палатах, но до двух-третьей все равно не дотягивает. Окей-си. Так что мы будем следовать самой грамотной инвестиционной стратегии и вложимся сразу в несколько корзин, в том числе и в корзины другой партии. Дальше поправку нужно ратифицировать, верно? Когда конгресс будет наш, поправку сразу запишут в конституцию. Ну, скорее всего, нужно там ее что-то с ней сделать будет. Дорогой, я рада, что ты помнишь план. Поправку должны принять минимум 38 штатов. Я изучила вопрос – это сущая головная боль. Есть штаты, которые всегда будут тебе враждебны. Местные губернаторы, мэры, судьи, законодатели. Вся элита настроена против тебя. Так что будем хитрить. Вместо того, чтобы добиваться расположения местной элиты, которая тебя никогда не полюбит, мы заручимся поддержкой народа. А я думал, мы будем мочить их. Хе-хе. Мы так делали в полиции. И в чем подвох? В том, что процедура ратификации поправки уже прописана в законы. Истеблишмент легко заблокирует ее принятие, если мы не изменим процедуру, заручившись поддержкой Верховного суда. Сейчас еще суд нарисуется. Ёпы-расоты. Как это все сложно? Куда я попал? Где моя полиция? Я хочу это, наркотики у бандитов забирать и мафии продавать. Решение суда нужно для того, чтобы во всех штатах за поправку голосовали не местные законодательные органы, где полно твоих ненавистников, а обычные люди, которые сагитировать куда проще. Ну, понятненько. То есть минус один. Хорошо. Сейчас в Верховном суде перевес у наших недоброжелателей. Для того, чтобы прямое голосование народа за поправку одобрили, мы заменим одного не поддерживающего нас судью на союзника. Это и есть третий пункт плана. И как мы будем снимать судью? Хороший вопрос. Я работаю над этим, предупреждаю, что эта задача, ох, какая непростая. Судьи сидят на своих должностях пожизненно. Чтобы выкинуть кого-то из кресла, мы провернем грандиозную спецоперацию. Пуля в лоб называется, ага. Дальше больше. Когда разберемся с судом, за поправку должен проголосовать народ. Агитационная кампания за поправку должна быть еще мощнее, чем твоя предвыборная. Нам предстоит переубедить, в том числе жителей тех штатов, которые к тебе враждебны. Учти, что без поддержки американцев нашу поправку могут потом отменить. Сколько там поправка о сухом законе протянула? 13 лет. Ты же не хочешь потерять свою неприкосновенность и отправиться за решетку, когда будешь на пенсии. Чтобы поправку поддерживали, мы должны достигнуть рекордно высокого рейтинга одобрения по всей стране. По расчетам нашего штаба, нужно, чтобы твою деятельность одобряли 90% американцев. Это есть последний пункт. Ну, короче, понятненько. Наформить бабла, потом что-то сделать, что-то сделать, кого-то завалить и наформить 90 репы. Все ясненько. Ну, как тебе план? На мой взгляд, он не выполним. Задача непростая, но мы справимся. Я думал, что будет сложнее за работу. Но мы справимся. Давайте так. Да, обратной дороги у нас нет. Че мы, интересно, наделали до этого, что нас посадить хотят? Что ж, за работу, мой президент. За работу. И вот он, блин, наш черный лоббист. Господин президент, я готов познакомить с вашей поправкой круг влиятельных конгрессменов за скромные 7 миллионов баксов. Почему столько? За свои услуги я обычно прошу десятки миллионов долларов, даже когда речь идет о мелком изменении в трудовом законодательстве. А тут целая поправка к конституции. Но вам повезло. Новичкам в политике я предлагаю большую скидку. Поэтому я сказал вашей жене, что 7 миллионов баксов сущие пустяки для того, что вы хотите провернуть. Жду реквизиты платежа до конца октября 2021 года и рекомендую не тратить последние деньги. Оставьте хотя бы пару миллионов на сами переговоры или найдите компромат, который вынудит собеседников перейти на вашу сторону. Так что не торопитесь и приходите только, когда будете готовы. Правда, учтите, что обозначенный срок переносу не подлежит. Короче, время у нас идет. Деньги надо нафармить. Есть у нас 2 миллиона баксов. Хорошо, что я не сказал, что их пожертвую, потому что было бы еще сложнее нам. Ну, ладненько, за работу. Давайте у нас какие-то здесь есть новые события. Первый указ. Переговорная позиция 12 месяцев. Вам придется отвлекаться на проблемы простых американцев, но помните, что ваша главная цель принять поправку 28. Если вы забудете, что для этого нужно, перенять... Окей, это наша кнопочка-подсказочка. Я понял, я понял. Давайте нажмем. Эли. Дорогой, я понимаю, что вся эта процедура принятия поправки бюрократической муть. Если ты когда-нибудь забудешь, что нужно делать сейчас и что будет дальше, обязательно сверься с планом. Я для этого... Окей, хорошо. Президенты часто забывают свои обещания. Если вы захотите вспомнить, что обещали, перейдите на эту вкладку. Давайте посмотрим, что мы там понаобещали. Подписать прогрессивный первый указ. Месяцев осталось 4. Удовлетворить прошение, о помиловании. А до этого мы удовлетворим без проблем вообще до этого. Нам ничего не стоит. Назначить это тоже халява. А что у нас есть за душой? Какие не денежные активы? Дружище, раздают обещания все политики, но их никто и никогда не выполняет. Давай покажем, что мы не такие. Выполни те обещания, что ты дал во время речи до конца февраля. После этого американцы проникнутся к нам доверием и будут давать нам больше времени на выполнение обещаний. Хотя бы год. Хорошо. А можно не обещать ничего? Я просто буду сидеть и деньги формить. Так, карточки в левой колонке это события, которые доступны прямо сейчас. Некоторые события закрыты до тех пор, пока вы не... Ну, это все понятно, да. Короче, события важные справа и слева обычные. Так, первый указ. Давайте смотреть. Дружище, раз дал обещание подписать прогрессивный первый указ, то надо выполнять. Ты же не какой-нибудь фейст, который говорит одно, а делает другое. Да, давайте что-нибудь черкану сейчас. Погляди на стол, с виду это просто куча макулатуры, а на деле пять проектов твоего первого президентского указа. Клинт подготовил их на основании самых популярных предложений, которые твои сторонники делали во время кампании. Говорю без зазрений совести, что они все по-настоящему прогрессивны, так что смело выбирай тот, который больше по нраву. Ну, давайте потыкаем. Рассекретить документы о зоне 51, вот это круто. Найти вакцину от рака, искоренить бедность, запретить рекламу в интернете, колонизировать Марс. Ну, ребятки, скажем так, все это, конечно же, важно. Раки всякие там, бедности, но, блин, реклама в интернете, надо ее запрещать, наверное, да. Проект первого указа запрета рекламы в интернете. Американцы считают рекламу в интернете самой раздражающей. Их куда больше устраивает реклама печати на телевидении, где она четко регулируется. Вы можете раз и навсегда очистить интернет, запретив в нем любую рекламу. Этим указом вы покажете, что прислушиваетесь к мнению людей, но технологически корпорациям он не понравится. Статистика. 75% американцев раздражает рекламу, 95% считают, что за последние несколько лет рекламы в интернете стало больше, 67% американцев не готовы платить, чтобы с сайтов исчезла реклама. А что еще у нас есть? Нифига тут так-то чтиво много, да, ребятки? Так что садитесь поудобней. Борьба с бедностью. США находится на втором месте по уровню бедности среди богатейших стран мира. До вас президент устраивали кампании по борьбе с бедностью, но никогда не шли на самый рискованный популярный народе шаг. Обложить налогами богачей и отменить льготы для корпораций, чтобы давать больше денег простым гражданам. Этим указом вы покажете, что вы на стороне народа, но богачам он не понравится. Короче, там богачам не нравится, здесь он богачам не нравится. 11,8 американцев признали бедными, 28% американцев признаны бедными, 0,1 самый обеспеченный американцев владеют тем же количеством богатств, что и 90% населения. Короче, сделаем коммунизм. Давайте. Несмотря на прогресс в раннем обнаружении лечения рака, из-за разных его форм каждый год умирает сотни тысяч американцев. Ваши предшественники создавали фонды по борьбе с раком. Вы можете пойти дальше, собрав лучших ученых, профинансировав создание лаборатории, которая найдет универсальную вакцину от рака. Так вы покажете, что здоровье американцев ваш главный приоритет. Но фармацевтическим компаниям указ не понравится. Более 600 тысяч американцев умирает из-за рака каждый год. 54% рак диагностировали у кого-то из близких, 27% американцев тыры-пыры. Окей. Проект первого указа НЛО из зоны 51. Ну это, скорее всего, воякам не понравится, да? Правительство США скрывает от американцев, что находится в документах, посвященных НЛО в зоне 51. Когда пройдет инаугурация, вы сможете рассекретить их. Так вы покажете американцам, что ваши главные ценности на посту президента открытость и прозрачность. Из-за того, что документы могут содержать военные тайны, указ не понравится военным и спецслужбам. Так, 68% американцев считают, что правительство скрывает от них информацию об инопланетянах. 33% американцев верят, что хотя бы некоторые известные инциденты НЛО были визитами инопланетян. 60% американцев объясняют инциденты НЛО природными явлениями и случайностями. Окей, я думаю, тут нужно от противного действовать, смотреть не на бонусы, а на минусы. Как-то так, да? Давайте дочитаем последнее. Проект первого указа колонизация Марса. Не понравится марсианам, да? Если Америка не колонизирует Марс Первый, это обязательно сделают другие государства. Кроме того, освоение Марса правительством единственный способ убедиться, что его ресурсы достанутся народу, а не корпорациям. Этим указом вы докажете, что смотрите в будущее, но энергетическим компаниям он не понравится. Итак, давайте смотреть, кому он не понравится. Энергетические компании, это, ну, довольно-таки, пофиг. Потом торговые корпорации всякие разные, ну, тоже, в принципе, пофиг. Этим указом вы покажете, что богачам не понравится. Богачи, в принципе, тоже пофиг, потому что мы должны быть за народ, в первую очередь. Фармацевты тоже пофиг. Единственное, что мне не пофиг, это на военных, потому что военные, это довольно-таки сильная сила. Фармацевты, мажоры, барыги и энергетики. Энергетики тоже, я думаю, важная роль, так что остаются барыги, мажоры и фармацевты. Давайте, наверное, фармацевтов немножечко нагнем. Бомба, это просто бомба, дружище. Твой первый указ войдет в историю как самый дерзкий. Ну, какой там дерзкий? Самый продуманный. Вакцина от рака будет величайшим открытием. Правда, большой фарме точно не понравится, если вакцину найдут не они, а правительство. Знаешь, что они тогда сделают? Да, мне пофиг. Задушат нас патентами, помогут с поиском вакцины по моей инициативе. Разве что на словах, а на деле продолжат сидеть на патентах и задирать цены на лекарства. Я тут сальто прогуливалась по коридорам и услышала, что вы первый указ обсуждаете. И ладно бы просто без меня, так и еще и на весь этаж, что всем... Блин, это я засижу на всю работу а что такого тут все свои планы врагам не сдадут даже под дулом пистолета. Хорошо, если так, признаю, что сама задумка с первым указом отличная. Это же я, ее простота. Правда, я думал, тебе не понравится. С чего бы? Прекрасный, отвлекающий маневр, пока истеблишмент и журналисты будут мечтать о вакцине от рака, мы спокойно проработаем над нашей поправкой. Это не маневр, я хочу надеть на большую фарму смирительную рубашку. Все так, вакцину не обязательно смертность будет снижаться. Слушайте, я правда хочу победить рак? Да, я вот правда хочу победить рак. Все хотят, но разве это возможно? Вот для этого мы и построим лабораторию. Прям такой пацан боевой, крутой, нравится мне этот чувак. Думаешь, одной лаборатории хватит, если бы дело было только в этом, вакцину бы уже давно нашли. Ну, это, я думаю, проще, чем Марс покорить. Я прекрасно понимаю, что ты исходишь из лучших побуждений, но сейчас не время безрассудных решений. Ничего или время безрассудных решений еще наступит. Завтра, когда мы все выспимся. Чем я пока займусь счастливого вам первая семья страны? прибавление. в команде. У нас какой-то, блин, этот, Абема пришел, Клинт Гловер, юрист. Я вот не вижу вообще ничего, он написал. Можно как-то это увеличить? Доверьте бумаге мне, господин избранный президент, а сами можете расслабиться. Окей. Пойду расслабляться. Вы понимаете, что мы играем я не знаю уже сколько, и мы еще даже не начали играть, мы только пролог проходим. Ну это же просто прекрасно, ребятки. Дорогой, я всегда верила, что с такой командой на море по колено все благодаря Клинту. Я тут вспомнила, что еще до знакомства с тобой слышала о нем разное. От внебрачного сынка окружного судей и адвоката выскочки до правого гения, который не проигрывает ни одно дело. Это тогда, а сейчас его дела разбирает на лекциях по прецедентному праву. Окей, Си, постарайся не потерять Клинта, ладно? Не могу даже представить, кто еще сможет так грамотно составлять для тебя тексты указов. А, кстати, мы его, по-моему, благодарили, нет? Ну ладненько, окей. Люди в черном! Телохранитель! Сэр, у входа в штаб я заметил двух подозрительных мужчин в темных костюмах и очках. Они явно за нами следят. Что-то фотографируют и все время висят на телефоне. Что прикажете с ними делать? Подойти и выяснить, кто они, доложи о них в секретной службе. Не дергайся, это наверняка агенты секретной службы. Давай доложим о них в секретной службе. Не хочу телохранителей терять в первый день. Сэр, секретная служба всерьез озабочена. Они свяжутся с вами, как только установят личность этих мужчин. Да уж, интуиция меня еще ни разу не подводила. Мутных персонажей чую за версту. А если подошел, по-любому, его бы завалили. Так. Прибавление в команде. Альваро Гуардо. Я к вашим узлугам, сэр, в любое время, в любой день. Это вот этот вот Альварчик. Окей, хорошо. Ну, спасибо, что ты не сдох, чувак. После гибели брата Альваро сам не свой. Ему на каждом шагу мерещатся убийцы и заговорщики. Короче, у него эти флэшбеки вьетнамские. Окей. А может, для телохранителя поклявшегося защищать тебя ценой своей жизни это и естественно. Но все равно за него переживаю. Дорогой, прошу тебя, не перенапрягай Альваро. Я чувствую, что он и так на пределе. Нас взломали. Аналитик Оли Скулов. Шеф, простите за внезапный звонок, но у нас чрезвычайная ситуация. Кто-то пытается взломать сервера штаба. По протоколу я должен немедленно обрубить хакеру доступ, но если вы разрешите, я могу отследить его, узнать, кто он такой и что ему нужно. Правда, это рискованно. Пока я буду выслеживать взломщика, он может добраться до наших документов. Ох, такие муки выбора. Что мне делать? Отрубай его, не хочу рисковать, отследи его, хочу знать, кто сует нос в мои дела. Оли, сам разберись. И не дай бог, ты еще раз меня отлечешь из-за такой ерунды. Ну, давай отследим, потому что мы парни-то рискованные и скрывать нам, в принципе, пока что нечего. Шеф, я отследил хакера и сразу же обрубил ему доступ. Похоже, что он не успел скачать с наших серверов ничего важного. Взлом шел с адреса консалтинговой компании, а в первую очередь интересовало ваше рабочее расписание. Опаньки, готовится, блин, покушение, походу. Прибавление в команде, Оли. Я не смогу поднять ваше настроение, но если надо, смогу поднять ваш сервер. Это была пятая хакерская атака в 2020 году. Слава богу, наш Оли не только талантливый аналитик, но еще и настоящий компьютерный гений. Я слышала, что люди смеялись за твоей спиной, когда ты пытался найти компьютерщика по объявлению в газете, но если бы не то объявление, сейчас Оли работал бы в штабе Фейста или на его подрядчика. А вот он кто Фейст, уходящий президент США. Господин избранный президент, настоящий мужчина должен проигрывать достойно. Мои поздравления. Следуя традициям, приглашаю вас в Белый дом, чтобы начать передавать дела. Побеседуем наедине, а затем пойдем на пресс-конференцию. Новые события. Хромая утка. Ваша команда пополнилась первыми подчиненными. Эти люди беспрекословно выполнят любой приказ или почти любой. Замечательно. Короче, аналог наших предыдущих копов. Хорошо. Здорово, мужичок. Рад вас видеть, господин избранный президент. Присаживайтесь, чувствуйте себя как дома и привыкайте. Скоро все это станет вашим домом. И как тут живется? Фэйс, не ломай комедию, что тебе нужно? Мне абсолютно ничего, я сделал все, что мог. Ухожу с чистой совестью, а вот вам стоит попросить меня об услуге. Другой. Ты мог сделать намного больше. Давайте его немножечко погнобим. Оценку мне даст история, а вы пока ничего для страны не сделали, разве что пустых обещаний надавали. Нормальных обещаний, блин. Уверен, вы сейчас надаете, когда мы поговорим с журналистами. Пойдемте, они нас ждут. Ёбарас, это опять журналисты. А мог бы что-нибудь нам сделать? Надо, короче, не дерзить. Фига, как он сидит, смотрите жестко. Фэйс. Господа, спасибо, что пришли, мы уже успели перекинуться парой слов с господином избранным президентом. А я думал, мы будем чай пить. Знаете, мне жутко неудобно об этом говорить, но я всегда честен с вами, поэтому не могу молчать. Так вот, наш следующий главнокомандующий обыкновенный лицемер. Кто бы говорил? Я промолчу. На публике господин избранный президент постоянно обвиняет меня в том, что я продался истеблишменту. Но в личной беседе он сказал, что готов на все, лишь бы заслужить мою дружбу и расположение моих коллег. Не было такого. Господин избранный президент, все действительно так, как описывает президент Фэйст? Нет, это ложь. И лично, и публично. Я всегда говорю одно и то же. Ну, давайте так. Какие могут быть еще варианты? Вот, видите, он даже за свои слова ответить боится. Фэйст, ты всерьез? Рассчитывай, что тебе кто-то поверит? Фэйст, не устраивай, тут базар. Ну, давай, поверит. А кто может обвинить меня во лжи? Я ведь нетрусливый лицемер, всегда вел себя честно и открыто. Джо, давай следующий вопрос. Вопрос господину избранному президенту. Накануне выборов журнал Голдмен оценил ваше состояние в 350 миллионов баксов. Эта оценка близка к правде. На самом деле, я гораздо богаче. Вы, журналисты, не там ищите. Нет, из-за фэйста мы все стали беднее. Ого, какой я богатый. Вот жена обрадуется. Давайте вторую. Будем душить его. Вы уже решили, как избавитесь от своих активов перед инаугурацией? Выполню обещания и помещу их в слепой траст-фонд. Ну, наверное, выполню обещания, почему бы нет. Мне пофиг на мои деньги. Теперь, когда вы стали президентом федеральному тюремному бюро, будет сложно протащить через суд свой иск об отмывании денег через строительство частных тюрем. Вы как один из фигурантов дела чувствуете облегчение? Конечно, для чего я по-вашему стал президентом? Боюсь, меня с этим иском даже на том свете достанут. Меня это не беспокоит. Я знаю, что я не виновен. Это еще предстоит выяснить суду присяжных. Каждый, кто видел материал дела, знает, что наш новый президент чудом избежал статуса обвиняемого. Фейст, попрошу не перебивать. Сейчас на вопрос отвечаю я. А тебя даже чудо не спасет. И промолчать. Ну давайте просто промолчим. Джо, какой там следующий вопрос? Я, где моя блинутка? Я думал, мы жрать будем. Когда вы станете президентом, у вас появится право помилования. Собираетесь ли вы помиловать своих бывших бизнес-партнеров, которые, как вы утверждали, до этого осудили незаконно? Обязательно. Кому не как президенту вершить право судья? Право правом на моя обязанность уважать решение суда. Никому не стоит ждать от меня пощады. Даже индейкам на день благодарения. Ну давайте, наверное, про суд сделаем, чтобы суд немножечко было, ну так, помягче. Своей предвыборной кампании вы почти не говорили об отношениях с другими странами. Какой будет ваша внешняя политика? Я сосредоточусь на проблемах американцев, в США не мировой жандарм. Я буду использовать свои связи с ближневосточными и российскими бизнесменами. Я везде наведу порядок, китайцы и русские больше не смогут творить, что захотят. Ну давайте, наверное, все-таки среднее выберем. Это так более гибко, чем просто США. Я вас понял, господин избранный президент, у меня еще один вопрос. Надежный источник в нашем окружении сообщил мне, что первым указом вы собираетесь открыть лабораторию для поиска вакцины от рака. Опаньки. Это действительно так? И правда ли, что истинная цель вашего указа разработать биологическое оружие, которым вы уничтожите элиту нашего общества? Чувак, за три часа за стул упадет. Да, я открою эту лабораторию, но чтобы искоренить рак, а не истеблишмент. Вы с дуба рухнули? Нет у меня в планах никакого биологического родня. И что это за надежный источник? Давайте так вопросом на вопрос некрасиво отвечать, но давайте вот так вот сделаем. Ага, так мы поверили. Не бойся, думаешь, что когда станешь президентом, тебе будет дозволено все, даже распоряжаться чужими жизнями. Ну короче, тролль один троллит другого, а третий тролль троллит всех остальных. Это тебе, жулику, прикормленный журналист, все позволяет? Вопрос по существу еще есть? Да, последний вопрос президенту Фейсту. Чем бы вы подытожили сегодняшнюю встречу с господином избранным президентом? Уважаемые американцы, я ценю ваш выбор, но моему дорогому другу плевать на Америку. Его волнуют только личные амбиции, насколько ему захотелось побыть президентом, что он им стал. Америка для него игрушка, он с ней повозится и избавится, когда она ему надоест, а нам здесь потом жить. Все очень плохо, не каждый американец сейчас поймет, о чем я говорю, но скоро все станет ясно, надеюсь, не слишком поздно. Благодарю за отзывы, президент Фейст, и господин избранный президент. Ну такое себе, я думал покормят, пипец. Итак, ребятки, мы продолжаем, правда, надо уже закругляться, потому что видос получится неприлично долгий, давайте смотреть, что Джо Лин нам написал, и где-то будем искать кнопочку сохранения. Господин избранный президент вышел победителем из своей дебютной пресс-конференции в новом статусе, но это не остановит поток слухов вокруг его первого указа. Скажите, господин избранный президент, вы действительно собираетесь открыть лабораторию для производства биологического оружия? Фига, как он перевернулся, да? Настоящий этот самый журналист. Но этот фейст и говнюк, мало того, что наврал стрекороба, так еще его придворный локей Джор разнюхал, каким будет твой первый указ. Ты же не думаешь, что указ слил кто-то из нашего штаба? Поверить не могу, уверен, что это дело рук истеблишмента, который прослушивает твой офис вдоль и поперек. Дружище, я это просто так не оставлю, когда я работал в ФБР, каждое дело старался брать тепленьким, так проще докопаться до истины, поэтому немедленно приступая к расследованию и обещаю, что разоблачу злоумышленника. Или я не Тони Эстаба. Дорогой, я смотрю, Тони соскучился по своим денькам ФБР и решил поиграть следователя, ничего не имея против, чем бы дитя не тешилось, только не мешало нам поправку продвигать. Интересно, выйдет ли Тони в ходе расследований сам на себя. Кстати, он может тоже это быть замешан в этом всем деле. А нам пора решить несколько насущных вопросов, подготовить тексты поправки и первого указа и подобрать сотрудников администрации. Прошу, делегируй эти задачи нашим лучшим людям, сейчас мы не имеем права на ошибку. Что же касается утечки первого указа, то у Альты есть мысль, как обратить ее нам в плюс. Зайди к ней на огонек, она тебе все расскажет. Короче, у нас сейчас еще квест появится, как я понимаю. Нифига себе, целых 4 штучки. Ну, давайте тогда так. Их тогда мы решим по ходу действия. Сейчас я буду судорожно искать кнопочку сохранения, вот да. И в следующий раз продолжим с этого места. Игра мне понравилась, много надо читать, но это все, что мы прочитали сейчас, накладывается слоями друг на друга, как снежный ком, и рано или поздно выстрелит, и будет просто взрыв мозга. Чего стоила только эта последняя пресс-конференция с биологическим оружием, просто жесткарик да. Короче, ребятки, спасибо, что посмотрели до конца, игра мне понравилась, обязательно продолжим. Всем спасибо за просмотр, всем пока играйте в крутые игры, пока, пока.